9 ноября 2011 года с Байконура стартует российская межпланетная станция Фобос-Грунт. Ее цель – исследовать марсианскую почву на наличие в ней жизни. Но происходит что-то непредвиденное. Так и не покинув земную орбиту, Фобос-Грунт сгорает в плотных слоях атмосферы. Тщательно спланированная миссия на Марс потерпела крах, став очередной в цепочке катастрофических неудач. Сегодня готовится к запуску на Красную планету новый аппарат. А в планах на 2030 год – старт пилотируемой экспедиции с космонавтами на борту. Но многие уверены, полеты на Марс состоятся лишь в том случае, если нам это позволят. Вопрос – кто? Во время обеденного перерыва Ко мне подбежал ассистент и сказал, что нас срочно вызывают в штаб-квартиру НАСА. Как потом выяснилось, один из спутников пропал, и с ним никак не удается наладить связь. Ричард Хогланд – один из самых известных в мире специалистов по изучению Марса. В начале 70-х, когда он руководил отделом в Американском управлении по исследованию космического пространства, ситуация в НАСА напоминала сумасшедший дом. Причины поломок марсианских аппаратов установить не удавалось. Трудно проигрывать. Но еще тяжелее проигрывать противнику, который неизвестен. Кто-то намеренно мешал полетам. И это были явно не конкуренты из СССР. Через пару дней, когда я брел по офису НАСА, я натолкнулся на маркерную доску, испечренную чьими-то записями. В них содержалась информация о всех возможных неполадках, которые могли привести к внезапному исчезновению спутника. Среди них я заметил аббревиатуру ВГВ. Я повернулся к одному из работников офиса и спросил, как она расшифровывается. В ответ мне было сказано, что ВГВ означает «Великий галактический вор», та непостижимая сила, которая раз за разом ест спутники, отправленные на Марс. 1960 год. Сгорает в атмосфере первый советский аппарат, отправленный к Красной планете. Причина – поломка двигателя – конструкторов не удивила. Дело привычное бывает. Но когда один за другим погибают еще три марсианских аппарата, становится не до шуток. На испытаниях все идет как по маслу. А после запуска технику будто преследует злой рок. Очередную станцию Марс-1, подлетевшую ближе всех к планете, погубила банальная утечка газа. Обнаружилась утечка газа из системы ориентации. Он проработал там, по-моему, 4 месяца, ну и кончился. Причем непонятно так, как же так утечка газа, когда все проверяется на Земле обязательно, внимательно. Аппараты вели себя как заколдованные. Казалось, кто-то отслеживает секретные эксперименты и намеренно срывает полет. Очередной жертвой стал усовершенствованный зонд-2. Не сумев развернуть солнечные батареи, он навсегда пропал в космосе. Все дальнейшие попытки десантировать земную технику на Марс в той или иной степени были неудачными. Спустя 50 лет, 6 августа 2012 года, на Марс прибывает шестиколесный робот Курьосити. Главная надежда американцев. Курьосити имеет на своем борту массовый спектрометр. Он позволяет проанализировать изотопы углерода, которые образуются живыми существами, деревьями, бактериями и так далее. Сравнив соотношение обоих изотопов, мы узнаем, присутствует ли жизнь на Марсе. В случае положительного ответа нас ждет экспедиция на Марс, в которой примут участие живые люди. Это было настоящее реалити-шоу. Благодаря камерам каждый мог наблюдать за поверхностью Марса, как если бы сам находился на планете. Казалось, аппарат неуязвим. Но проводя исследования, робот прожег лазером марсианскую почву. И тут же вышел из строя один из важнейших его узлов. По официальной версии, в поломке виноваты камни, разбросанные на поверхности ракетным двигателем Курьосити. Это имя аппарату дали не случайно. Любопытство, так переводится с английского это слово. И действительно, ни одна из планет Солнечной системы не вызывала столько любопытства, эмоций, вдохновения и священного ужаса. Стремясь раскрыть тайны Марса, ученые выдвигали смелые гипотезы, описатели фантастические версии. Например, в марсианских хрониках Рэя Брэдбери астронавты находят на планете свой дом и понимают, что попали на вторую Землю. Но в реальности все иначе. Средняя температура минус 50. В атмосфере лишь 1% кислорода. Испепеляющее Солнце. Радиация. Миллион других невидимых угроз. Таким можно представить себе ад. Но скоро в этот ад отправятся первые космонавты. Исследовать и покорять Марс. Запасной дом для землян. Я убежден в том, что Марс будет освоен. Марс это единственная планета Солнечной системы, на которой в перспективе может существовать самоподдерживающаяся жизнь. Там, безусловно, будут создаваться условия для поддержания возможностей существования человеческих колоний. Этот снимок плохого качества и низкого разрешения был первым полученным на Земле с Марса. В 1965 году его сделал американский аппарат, вплотную подлетевший к планете после множества неудачных попыток. Следующий, Маринер-9, буквально завалил земные службы фотографиями. Он прислал более 7 тысяч снимков. Высохшие каньоны, огромные вулканы, камни, похожие на земные цветы. А в районе Кедоне, среди безликих равнин, контуры неких странных объектов на фоне розово-серого неба. Я и группа, еще и ста журналистов, изучали эти сооружения по снимкам. Все они были правильной геометрической формы, в природе такого не встретишь. А расположение этих объектов вызывало еще большее недоумение. Все эти пирамидообразные объекты были расположены по кругу вокруг какой-то статуи, а наша Земля во время солнечного восхода находилась точно над ней. Это был словно настоящий город-пирамид. До сих пор теория пирамид Ричарда Хогланда вызывает яростные споры. Пристально изучив снимки, исследователь пришел к выводу. Марсианский город устроен так, что из любой точки можно любоваться великолепным гигантским сфинксом, длиной почти полтора километра. В 10 раз выше египетских эти пирамиды, возможно, были усыпальницами или верхней частью огромных бункеров, или кем-то зашифрованными посланиями. Загадочный сфинкс расположен строго по меридиану Марса. Случайность? Многие ученые связывают это со сложностями марсианского рельефа, который таит в себе и не такие аномалии. Ну, просто это природное образование. То есть на Марсе достаточно сложный рельеф. Там есть горы, там есть каньоны, там есть разломы. Оползни идут, вот они подтачивают края горы. Ветерок дует, он уносит материал с боков, снова осыпается, снова уносит, осыпается. В конечном итоге образуется такая вот горка с острой вершиной. Нет никаких оснований думать о том, что это искусственного происхождения объекта. Однако проведенные 20 лет спустя, в середине 80-х годов, детальная съемка поверхности показала, пирамиды и горы на Марсе – это совершенно разные формы рельефа. Пирамиды значительно меньше, а их грани представляют собой строго выверенные линии равностороннего треугольника. Занесенные песками, разрушенные ветром и метеоритами, эти древние руины стоят так уже миллионы лет. Пока нога человека не ступит на Марс или курьесит и не проведет фотосессию этих объектов, невозможно понять природу их создания. А перед учеными уже следующий вопрос. Что еще, помимо гигантских пирамид, скрывает Красная планета? Какие тайны мешают ее покорить? Возможно, там действительно существует некий щит, который приводит к полонке техники. Часть спутников успешно приземлилась на Марс, но впоследствии также пропала. Речь может идти о некой аппаратуре, созданной древней цивилизацией. Я допускаю, что этой цивилизации там больше нет, но сами устройства остались. Апрель 2012 года. Аппарат Марс Орбитер отправляет на Землю снимок еще одного необычного объекта. Идеальный прямоугольный параллелепипед удивительно похож на монолит из фильма «Космическая Одиссея» 2001 года. Он выглядит словно дверь в другую реальность. Может быть, это вход в глубинные пещеры Марса? Открытие напомнило теорию советского астрофизика Николая Козырева. Он утверждал, что Вселенная многомерна, что существуют Вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Многие сегодняшние астрофизики разделяют эти воззрения. Для нас Марс – безжизненная планета. Но, возможно, в эту же секунду. Там, в параллельной Вселенной, кипит жизнь. Растут деревья и сады. Но нам не дано это увидеть. И только редкие находки, случайные следы заставляют ученых задуматься о совсем другом Марсе. В моменты приближения космических аппаратов к Марсу на его поверхности часто отмечалась необычная сейсмическая активность. Особенно в периоды Великого противостояния, когда Марс находился на максимально близком расстоянии от нашей планеты. По странному стечению обстоятельств именно в эти дни на Земле происходили катаклизмы, вооруженные конфликты, а во время одного из таких сближений с Марсом началась Вторая мировая война. Марс проявляет агрессивный нрав даже на расстоянии в миллионы километров. Но те, кто высадится на его поверхность, встретятся с опасностью лицом к лицу. Трудно даже представить, что им предстоит. Только когда космические грузовики привезут необходимую технику и автоматические аппараты построят на Марсе первые базы, люди смогут начать покорение планеты. Но для начала надо хотя бы опуститься на ее красно-желтые пески. Преодолеть проклятие Марса. Пока счет в этой странной космической игре явно не в пользу Земля. Из 39 отправленных к Марсу аппаратов погибло 30. Для сравнения, за все время исследований Венеры из 19 пусков лишь один закончился неудачей. 1969 год. С Байконура взлетает очередная советская станция. Через несколько секунд она падает. Отказал ракетный двигатель. Следующий полет готовят долго и тщательно. Аппарат Марс-2 должен первым в мире совершить мягкую посадку на Марс. Зонд благополучно долетает до планеты. От него отделяется спускаемый модуль. Но через секунду происходит катастрофа. Будто мощная рука, схватив аппарат, разбивает его о каменистую поверхность. Казалось, кто-то придумывает самые изощренные способы помешать полету. Иной раз курьезные. Перед запуском один из техников вместо обычной цифровой команды будто под гипнозом записывает шифр наоборот. На Пагинейским зальем с корабля должны были заложить уставку. Заложили уставку, но заложили заду наперед. Ну, конечно, аппарат остался на орбите. Вот объясни, как можно человек заложить заду наперед, он же читается слева направо. Почему? Справа налево прочитал уставку. Вот чем объяснить можно? В мае 1971 года к Марсу отправляется новая межпланетная станция. Она благополучно покидает земную орбиту, но так и не перейдя на траекторию межпланетного полета, исчезает в космосе. Следующая попытка буквально через несколько дней. И снова проблема. Инженеры делают все возможное, чтобы не допустить провала. Связь удается восстановить, зонд совершает посадку на Марс и начинает передачу видеосигнала. Но через 20 секунд сигнал внезапно прерывается. Аппарат исчез, не успев заглянуть в марсианские тайны. Я думаю, что какая-то внешняя сила, я бы так сказал. Все время какие-то непонятные с точки зрения техники отказы, которых не должно быть. И которых не было на венерианских станциях. Вот самое интересное. Через 4 года на Красную планету отправляется очередная американская станция «Викинг», вооруженная новейшими устройствами для поиска форм жизни. Робот должен пробурить и отсканировать поверхность, исследовать каждый ее сантиметр. Казалось, Марс покорился. Снимки от «Викинга» поразили ученых. На фото просматривалось нечто похожее на городские древние руины. Когда я впервые увидел эти снимки Марса, возникло предположение, что речь идет об архитектурных сооружениях. Такого же мнения придерживались и мои коллеги. В природе попросту не бывает фигур такой геометрической формы. Когда мы смотрим развалины римских сооружений, мы понимаем, что это техногенные вещи, что природа таких чудес не создает. Колизей возник в результате труда римских инженеров. И вот на Марсе как раз имеются похожие на колизей какие-то полукруглые, а может быть и круглые, гигантские сооружения, засыпанные песком. Остались фундаменты зданий, остались фундаменты сооружения. То есть наиболее устойчивые части. За снимками странных архитектурных форм последовали изображения каких-то огромных черных колодцев, объектов, похожих на железные дороги и даже линии наземного метро. Стеклянные черви, как назвали их ученые, тут и там пронизывали скальные породы Марса, местами уходя в глубину. Может быть, это транспортные сооружения, а может быть, это резервуары для воды. Потому что они так блестят на Солнце, что создается впечатление, что они созданы из стекла, металла или из стеклопластика. Техногенные, конечно, вещи. Между тем Марс продолжает удивлять. Одна загадка следует за другой. Например, чем на самом деле являются эти марсианские объекты с фотографии в кратере Гусева? Больше всего они напоминают окаменевшие человеческие черепа. Будто призраки из далекого прошлого, свидетели какой-то страшной катастрофы. Вот у меня создалось впечатление, что это он бразил по какому-то заброшенному кладбищу космического, марсианскому. И что он, что оттуда песок был сдут ветрами. И черепа, и надгробные памятники, вот эти, они сохранились. Возможно, что когда-то Марс был похож на Землю. Зеленели леса, континенты омывались морями и океанами. Но однажды все закончилось. По одной из версий, на планету упал огромный метеорит. Вызванная им гигантская волна уничтожила все живое. И время на Марсе остановилось. В нашем привычном понимании. Но жителям Земли интереснее охота за непривычным. Октябрь 2012 года. Робот Курьосити неожиданно находит небольшой, блестящий, похожий на металлический объект. Затем обнаруживает русло пересохшей реки. Это само по себе сенсация. Но ученых поражает и другое. На фоне мутно-розового марсианского неба они замечают движущееся яркое пятно. Через несколько секунд взмывает вверх еще один странный объект. Увиденное напомнило исследователям другой снимок, сделанный четверть века назад. И не на Марсе, а на Фобосе, загадочном спутнике Красной планеты. В 1988 году к Фобосу отправили два советских аппарата. Долетел лишь один. Перед тем, как исчезли, в поле своего обзора он зафиксировал неизвестный объект значительных размеров. Этот снимок сделал спутник Фобос-2 за секунду до того, как с ним была потеряна связь. Он заснял некий летающий объект. Также удалось сфотографировать тень, которую он отбрасывает на поверхность Марса. Это был вытянутый объект, похожий на сигару. Многие предполагают, что советский аппарат был выведен из строя именно этим кораблем. Возможно, Фобос играет роль некой космической станции, где садятся подобные корабли. Советский зонд проводил съемку в инфракрасном диапазоне. Четкие контуры объекта недвусмысленно свидетельствовали о том, что он излучает тепло, а значит, не может быть геологическим образованием. Встреча с неопознанным летающим объектом закончилась для нашего зонда гибелью. Правду о ней тщательно скрывали. Уже почти подлетели к Марсу, и вдруг исчезает наш рукотворный фугус. Но сказать, что это НЛО, это может быть засветка, это может быть какая-то вспышка, потому что уже очень тонкая и очень длинная, те объекты, которые мы наблюдаем, они все-таки потолще немножечко и покороче. Это очень вытянутый, очень большой объект. В переводе с греческого Фобос означает страх. Почему так назвали таинственный спутник? Он облетает Красную планету каждые 8 часов, трижды за марсианские сутки. Здесь, по мнению исследователей, и нужно искать разгадку марсианского проклятия. Детально изучив снимки с Фобоса, американские исследователи Эфрейн Палермо и Лен Флеминг обнаружили на нем башню высотой 76 метров. Они назвали ее Монолит. Именно там был сфотографирован летающий объект, погубивший советский зонд. Если посмотреть, это очень похоже на обелиск. По высоте он вдвое короче обелиска в Вашингтоне. Он имеет правильную геометрическую форму. Возможно, это лифтовая шахта. Через 4 года после потери советских аппаратов в 92-м возле Фобоса пропал огромный Марс-абсервер. По мнению ученых, все аппараты были разрушены по одной и той же причине. Марс плохо защищен от метеоритных угроз. Марс окружен как сферой, состоящей из этих маленьких частичек вещества, которые могут оказать такое губительное влияние на приближающийся, так сказать, к Марсу аппарат. Дальше он попадает в сферу, где большое количество есть фрагментов летающих, мусора космического. И столкновение с ним приводит к тому, что разрушается аппарат. Версии метеоритных атак получают все новые подтверждения. Прежде чем к Фобосу смог приблизиться европейский зонд Марс-экспресс, погибло еще 8 космических аппаратов. Зонд обнаружил, что борозды и кратеры на поверхности Фобоса вытянуты в две удивительно аккуратные параллельные линии, как если бы кто-то прочертил их мощнейшим лазером. Эти фотоснимки, полученные в 2003 году, вызвали новые споры в научном сообществе. Но настоящий шок вызвали результаты исследования недр Фобоса. С помощью радара обнаружили, что спутник Марса испещрен многочисленными пустотами. И эти пустоты имеют геометрически правильную форму. Мы не можем сказать подобного ни про один другой небесный объект. Вероятнее всего, низкая плотность Фобоса вызвана именно наличием в нем пустот, которые являются ничем иным, как искусственными образованиями. Если на Марсе была или есть некая разумная цивилизация, которая не хочет нашего присутствия на Красной планете, возможно, ей был установлен электромагнитный щит, который выводит чужие спутники из строя. Фобос становится местом безбрежного разгула самых смелых предположений. Одно из них – Фобос-боевая космическая станция, которая для Марса служит щитом от внешних вторжений. Кратеры и траншеи на его поверхности – следы от бомбардировок и лазерных атак. Шрамы, полученные в сражении. Многие века Фобос защищал Красную планету от вторжения чужаков. И теперь он верно охраняет уже безжизненный Марс. Впрочем, есть и другие прозаические объяснения того, почему космическое тело, так не похожее на обычные спутники планет, может быть полым изнутри. Я думаю, что вот эта низкая плотность – это, скорее всего, просто свойство вещества Фобоса. Там много водяного льда. То есть это, если угодно, тело, которое представляет собой, ну, скажем, глыбу загрязненного льда. И его низкая плотность в этом смысле, она вполне объясняется естественными причинами. Так называемые борозды на Фобосе. Эти борозды образованы выбросами из ударных кратеров, образовавшихся на Марсе. Вот поверхность Марса. В них ударяет космическое тело, образуется кратер. Там из кратера вылетают выбросы, они растягиваются в какую-то цепочку, стоящую из камней, потом он сталкивается с этой цепочкой с Фобосом, он как бы хлещет этими самыми цепочками по поверхности. Образуются такие вот борозды. В фантастическом романе Станислава Лема космонавтов, прибывших на планету Солярис, встречает разумный океан, состоящий из некой живой субстанции. На удивление землянам, планета рождает знакомые им образы, стремясь установить с ними контакт. Не ждет ли нас нечто подобное на Марсе? Вокруг снимков, полученных в 1976 году с американского викинга, все эти годы не утихают научные споры. Признана истина, это не цветы, а потухшие вулканы. Не прекрасный сад, а фонтанчики ледяной пыли. Марс будто имитирует нашу земную природу. Леса, деревья, животные. Совсем недавно марсоход сделал новый удивительный снимок. На нем объект, похожий на сидящую женщину, с изящно поднятой рукой. А затем пришли и другие сенсационные кадры, указывающие на готовность неких сил найти с землянами общий язык. Что-то похожее на кошачью морду, которая в средствах массовой информации называлась дьявольской. Волчья морда. Потом изображение людей. Людей, самых обычных людей. Вот это действительно заслуживает интереса. И вот новый сюрприз. Последние исследования обнаружили под поверхностью Марса метан. Продукт жизнедеятельности биологических организмов. Это было второе по важности открытие после воды, наличие которой является непременным условием органической жизни. Новость буквально перевернула взгляд на планету. Там, где, казалось, не может быть ничего живого, существует биосфера. А в ней возможная разгадка марсианской жизни. Примитивные организмы, если можно их так еще назвать, они могли возникнуть и сохраниться, скажем, где-то вот в подпочвенном пространстве, где влага присутствует. И эволюция невозможна. Серьезная эволюция. Но продолжение вот тех жизненных форм, которые возникли, примитивных, все еще возможно. На Марсе хорошо, если дело дошло до генетического кода. Вот оно, где самое интересное. Возник генетический код или не возник? Это, быть может, и есть главный вопрос. Генетический код. До ответа на него, кажется, всего один шаг. 2009 год. Антарктида. Мороз 70 градусов. Полная изоляция от внешнего мира. Сюда, в край с почти идентичными Марсу условиями, прибыли американские ученые во главе с российским геологом, профессором Давидом Геличинским. Цель амбициозного проекта, пробурив глубокую скважину, найти в вечной мерзлоте еще неизвестные науки бактерий. Микроорганизмы, возраст которых миллионы лет, станут ключом к разгадке генетического кода. Если есть возможности и условия для сохранения микробных клеток на Земле, в мерзлоте Земли, то не исключено, что такие же условия есть и на Марсе. Возможно, в глубине мерзлоты марсианской то сохранилась жизнь. Буровая скважина, проникшая в глубины Антарктики, принесла материал прорывного характера. В древних реликтовых льдах группа Геличинского обнаружила живую клетку. Выяснилось, она питается родственными и размножается. Она сильнее и агрессивнее других. Извлеченная из ледяного грунта, она жила спустя 4 миллиона лет. Они как бы чинятся. То есть ДНК как бы подвергается воздействию, но способна самовосстанавливаться. Давид Абрамович, и мы, считаем, вслед за ним, полагаем, что микробные клетки сохранили метаболическую активность, которая позволяла им репарировать ДНК. Если на Земле микробы способны восстанавливать свою ДНК и способны вывывать, то почему, собственно, им не выходить на Марсе или на других планетах криогенного типа? Стало понятно, где надо искать жизнь на Марсе. Это скважина с незамерзшей соленой водой и жерла древних вулканов. Из каждой экспедиции Давид Геличинский привозил сенсационные находки. Готовился к новой поездке в Антарктиду и верил, что стоит на пороге открытия. Не успел. Неожиданно ученому стало плохо. Через несколько дней профессор Давид Геличинский скончался. Внезапная гибель российского исследователя потрясла всех. Неужели все тот же марсианский рок, который противостоял марсоходам землян? В этих пробирках еще не исследованные древние бактерии. Ключ к разгадке марсианских тайн. Вид тут просто потрясающий. До чего же дошла оптика? Через этот бинокль я вижу на солнце даже темные пятна, которые обычно можно увидеть только во время солнечного затмения. Работая над телефильмом о Марсе, исследователь обратился в агентство по космическим исследованиям с просьбой сделать более подробную съемку определенных районов планеты. И сразу начались неприятности. Хогланд уверен, существует всемирная сеть посвященных, которые почему-то тщательно фильтруют информацию с Марса. Еще до выхода в эфир в 2010 году фильм Ричарда Хогланда оказался в центре скандала. Власти запретили фильм и приказали уничтожить все копии и рабочие материалы. Все наши пленки конфисковали, и мы их больше не видели. Что произошло лично со мной однозначно говорит о неком сговоре внутри нас, о замалчивании информации. Иначе бы они не стали мешать нашему проекту и конфисковывать наши пленки. Но все скрыть невозможно. Очевидно, что они знают то, чего не знаем мы, и делают все возможное, чтобы все осталось на своих местах. Они намеренно скрывают о нас информацию о Марсе. Это не мое личное мнение. Это голый факт. Я уверен, что существует политический заговор о неразглашении подобной информации. Этот объект обнаружил астроном Дэвид Мартинес. Он назвал его биостанция Альфа. На снимке четко просматривается какое-то сооружение. Мартинес заявил, это не камни или горы, это что-то рукотворное. Это может быть секретная станция НАСА. Причем на одних фотографиях постройка была видна, на других изображение было кем-то заретушировано. В 2011 году Россия осуществила еще один важный шаг на пути к загадочной планете. Эксперимент Марс-500. Имитируя условия полета, будущие космонавты полтора года провели в абсолютной изоляции. Именно столько времени потребуется, чтобы достичь Марса, высадиться и вернуться на Землю. Нужно быть готовым к самым разным неожиданностям. Например, к тому, что до них на Красной планете уже побывали другие. И эти другие тоже земляне. Кристофер Майлз английский режиссер, сценарист и продюсер. Стал заниматься кино сразу же после того, как закончил Французскую киноакадемию в 1961 году. «Альтернатива 003» один из его лучших фильмов. В 1976 году Кристофер Майлз, тогда еще молодой режиссер, снимает документальный фильм. Его показ на национальном британском телевидении произвел эффект разорвавшейся бомбы. Особенно те кадры, на которых экипажи Советского Союза и США высаживаются на поверхность Марса. Авторы фильма утверждали, что в мире существуют две космические программы. Одна официальная, другая тщательно скрываемая от публики. Правительство намеренно утаивает от нас секретную информацию, а нам, соответственно, всегда суждено находиться в потемках. По признанию режиссера, снять этот фильм помогла загадочная кинопленка, кем-то ему подброшенная. На коробке стояла дата 1962 год. Сквозь помехи можно было разглядеть, как по песчаной поверхности планеты, напоминающей Марс, передвигается человеческая фигура в скафандре. В поисках разгадки Кристофер Майлз и его коллеги опросили десятки свидетелей, раздобыли ряд документов. И пришли к выводу, советское и американское правительство разработали совместную секретную программу. По версии авторов фильма, все эти годы они тщательно скрывали от мира высадку на Марс. Телефильм можно было бы счесть шуткой или провокацией, если бы не одно но. В начале 60-х в Советском Союзе действительно была создана ракета для полета людей на Красную планету. Это была замечательная ракета. Больше того, ведь Сергей Павлович Королев спроектировал ее таким образом, что она четырехступенчатая ракета эта, четырехступенчатая, могла вывести пилотируемый корабль в пространство вне сферы притяжения Земли. Пилотируемый полет был рассчитан на два года. эскизный проект под названием «Элита» предусматривал создание гигантской межпланетной космической станции весом в 160 тонн. Это был целый город кораблей. Конструкторы позаботились обо всем. От традиционной защиты до гигантской оранжии. Вот весь внутренний объем этого тяжелого межпланетного корабля, он состоял из четырех, ну, можно считать, из пяти отсеков. Первый отсек жилой, где должны были быть индивидуальные каюты. Второй отсек рабочий, это отсек, которым сосредотачивались все средства управления кораблем, средства контроля за работой всех его систем. Отсек с растениями обеспечивал производство кислорода и продовольствие для экипажа. Готовясь к полету, будущие космонавты полтора года провели в полной изоляции, отрабатывая план действий на Марсе. Космонавты должны были не просто ступить на поверхность Марса, а построить там дома и теплицы. Однако вмешались некие верховные силы, и когда все уже было готово к старту, запуск был отменен. А через два года по официальному распоряжению марсианскую программу вообще закрыли. Слишком дорогой проект. Но режиссер Кристофер Майлз уверен, советско-американский полет все-таки состоялся. И объясняет, почему программу будто бы завернули. Что произошло? Почему русские так резко сдали свои позиции? Возможный ответ на этот вопрос дает наш фильм. Русские на самом деле не свернули свою космическую программу, а объединились с американцами. Однако те, кто лично планировал этот пилотируемый полет, такую версию опровергают. Мечта покорить Марс разбилась после одного за другим четырех неудачных испытаний. Никаких проектов не было и быть не могло. Невозможно тайком от всей страны осуществить такой проект. Вот и все. Может быть, экспедиция действительно состоялась? Только не землян на Марс, а марсиан на Землю. Несколько лет назад ученые обнаружили на Кольском полуострове в Мурманской области сопки, напоминающие пирамиды. От марсианских они отличались разве что размерами. Вполне возможно, что земные и марсианские пирамиды творения одних и тех же архитекторов. О странных космических экспедициях говорят и другие находки. На этом египетском саркофаге древний художник довольно точно изобразил летательные аппараты людей с неба. И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца отверзлись небеса и я видел видение Божие. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Это отрывок из Ветхого Завета, из книги пророка Иезекииля. Демоны и боги спустившиеся с небес повторяющийся эпизод в священных книгах почти всех религий. И увидели сыны Божьи и дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Поражают и совпадения по времени. По расчетам ученых, описанные в Библии контакты произошли именно тогда, когда на Марсе случилась катастрофа. Согласно одной из версий, она была вызвана столкновением Марса с каким-то мощным небесным телом. Являемся ли мы прямыми потомками этих немногочисленных выживших? Ответы на все эти вопросы могут ждать нас на планете, которая находится от нас на расстоянии 57 миллионов километров. Так ли уж невозможно, что однажды оказавшись на Земле, выходцы с Марса продолжают свой род среди нас? 1998 год. Антарктида. В ее льдах застрял марсианский метеорит с остатками микробов. За последние десятилетия это не единственная подобная находка. Микробиологи сделали вывод. Миллиарды инопланетных органических тел могут окружать нас повсюду. Они из тех мест, где, как и на Земле, есть жизнь. Еще один аргумент в пользу живых космических сообщений – клетка. В последние годы ученые столкнулись рядом неизвестных заболеваний, вызванных неожиданными мутациями организма. В человеческой крови и плазме обнаружен совершенно новый тип клеток. Их назвали транспазоны. Встраиваясь в геном, они могут вызывать серьезные хромосомные перестройки. По одной из версий, попав на Землю с метеоритами или с космической пылью, транспазоны внедряются в обычные человеческие клетки. для этого нет никаких препятствий. Генетический код пока единственная для всей Вселенной форма передачи наследственной информации. Я считаю, что жизнь построена так везде, во Вселенной. Где бы мы не увидели, не только на Марсе, где бы мы не обнаружили жизнь, она будет построена молекулярно именно так. Существует еще одно доказательство того, что Красная планета могла вмешаться в судьбу Земли. Официальной науке древний предок человека пока еще неизвестен. Более того, при изучении генетического кода неандертальца выяснилось, он имеет очень мало общего с генетикой современного человека. Но, может быть, поиски оказались тщетными, потому что мы искали предка не там. По идее, если они были высокоразвиты, то какая-то часть марсиан, конечно, небольшая, или гены как-то были переброшены. А вот откуда карманьонец взялся? То есть высокоразвитое существо. Самые древние находки карманьонцев все-таки 40 тысяч лет. А возникает он как-то внезапно на фоне звероподобного неандертальца. Один из выводов этой логической цепочки – очень давно мы стали ими, теми, кто когда-то обитал на прекрасной планете Марс. И теперь живем, не подозревая, что наши корни в глубинах Вселенной. В мечтах и мыслях мы стремимся туда, к своей альмамата, и задаем вопросы, на которые с нетерпением ждем ответа. Почему мы, та самая цивилизация, которая построила эти пирамиды на Марсе, в итоге оказались на планете Земля? А теперь спустя такой большой промежуток времени снова рвемся обратно вглубь космоса. Каким образом мы растеряли все технологии? И что еще мы не знаем об истории нашей цивилизации и нашей Солнечной системы? Робот Курьесити запрограммирован так, что проживет на поверхности Красной планеты один марсианский год. 687 земных дней. Поможет ли это ответить на самый главный вопрос? Или же возникнут новые загадки? Сможем ли мы хоть когда-нибудь понять, что происходит на Красной планете? И есть ли там на самом деле некие могущественные стражи, которые не пускают нас на Марс? Курьеси Курьеси Субтитры создавал DimaTorzok